МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Ларисы Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Судебная столица ПФО. В Самаре на Крымской площади открыли здание 6-го кассационного суда. Начало масштабной зачистки. На Кировском рынке сносят незаконные киоски. У стилиев святая святых сотрудники театра оперы и балета показали журналистам, как создаются костюмы к премьере «Наяда и рыбак». В Самаре открылось здание 6-го кассационного суда общей юрисдикции. Он объединит 9 регионов страны. Здесь будет вершиться правосудие для 20 миллионов жителей. На торжественном открытии побывала мэрия Елчан. 6-й кассационный суд общей юрисдикции начал работу в новом здании. Под его правомощи попадают 9 регионов ПФО с населением порядка 22 миллионов человек. Он пересматривает акты, принятые судами Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашей и Мариэл, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей, а также акты апелляционных судов. Хотелось бы, конечно, поблагодарить прежде всего губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича, председателя суда, который много сил и времени тратил для оборудования этого здания. Мы ожидаем от того, что те ошибки, которые были допущенными судами первой инстанции, апелляционной, нарушение материального, процессуального закона, которые имели место, чтобы они могли быть исправлены вот здесь, в этой инстанции. Свою деятельность суд начал еще в начале октября. За это время в приемную поступило более 6 тысяч касационных жалоб, больше половины из которых уже рассмотрено. Шестой касационный суд – самый большой в системе вновь созданных касационных судов. Штатная численность служителей Фемиды здесь 113 человек. На сегодня 75 из них уже оформлено и работают. Формирование судейского корпуса продолжается. Стоят очень действительно большие задачи, и я уверен, что этот коллектив сможет это сделать, и это скажется положительно на самочувствие наших граждан и на качественном, эффективном решении тех вопросов, с которыми обращаются они в суд. Размещение такого здания на территории 63-го региона – большой успех. Это значительно повысит статус города и губернии в целом. Самара станет судебной столицей ПФО. На право стать местом размещения крупной судебной инстанции претендовало несколько регионов России. Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию главы региона Дмитрия Азарова. Мы взяли на себя обязательства и сегодня рад услышать о том, что мы не подвели, это оценки из стороны полномочного представителя президента и председателя Верховного суда, что здание в кратчайшие сроки было построено в полном соответствии с требованиями, которые сегодня предъявляются к ведению судопроизводства к современному зданию. Все помещения суда оснащены новейшими современными технологиями. Созданы все условия для качественного и точного рассмотрения судебных дел. Это один из залов судебных заседаний. Всего в здании 6-го конституционного суда их 38. Все они оснащены системами видеоконференцсвязи и аудиопротоколирования. В этом году также обновили и преобразили всю территорию вокруг нового дворца правосудия. Здесь делали тротуары из плитки и пешеходное ограждение. Построили арт-объекты, ялтинский маяк и ротонду. К обновлению площади власти подошли комплексно. В порядок привели и фасады зданий. Все благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и инициированным президентом России Владимиром Путиным. Теперь это одно из любимых мест самарцев. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. В Самаре открыли памятник первому директору металлургического завода Павлу Мочелову. С инициативой установить в городе монумент вышли жители Кировского района. На торжественной церемонии побывала наша съемочная группа. Отцу-основателю металлурга, так называют его жители района, Павлу Мочелову сегодня открыли памятник. Скульптура высотой более трех метров, выполнена из гранита и бронзы. Работа над ее созданием длилась около полугода. Автор монумента – московский мастер Салават Щербаков. Он победил в конкурсе, в котором участвовали еще пять его коллег. Мы памятник этот делали в очень жесткие сроки. График был очень короткий, но мы очень постарались и хотели, чтобы он украсил ваш город. С инициативой о создании монумента выступили жители Кировского района, ветераны завода и семья Павла Петровича. Он более полувека своей жизни посвятил становлению и развитию авиационной и металлургической промышленности Самары. Одновременно с возведением завода в 50-е годы был построен целый район металлургов. Жилые дома, детские сады, школы, больницы, дворец культуры, парк с озером и стадион. Сегодня в Самаре очень интересный исторический день. И еще раз покажут, что наш город, Самара, ценил, ценит и любит настоящих тружеников, каким был Павел Петрович Мочалов. На торжественное открытие памятника приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я очень рад тому, что вслед за площадью, Домом культуры, здесь появляется памятник Павлу Петровичу Мочалову. Павел Петрович сделал очень многое и для жителей, не только для тружеников завода, но и для всех жителей. Темпы строительства, жилья, объектов социально-культурной сферы достигли небывалых высот. И эти традиции поддерживались в дальнейшем руководителям предприятия. Площадь имени Мочалова вместе с бульваром Металлургов комплексно обновили в этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Здесь уложили 18 тысяч квадратных метров плитки, установили новые дизайнерские скамейки, удобные бульварные диваны и 110 урн. Кроме того, отсюда убрали незаконный рынок. В порядок приводят и фасады домов, расположенных на проспекте. Мэри Елчан, Василий Кладашов, События. В историческом центре Самары открылся новый корпус 56-го детского сада. Здесь создали три группы для малышей, в которые уже приняли 75 воспитанников. Комфорт нового дошкольного учреждения оценила мэри Елчан. Внимание Саши привлекают множество новых игрушек. Это первый день малыша в яслях. Родители хотели, чтобы ребенок ходил именно в 56-й детский сад. На очередь в ясли Светлана Наумова встала с самого рождения ребенка. Сейчас мальчику почти три года. Его мама признается, открытие ясельной группы – праздник для семьи. Мы рядом живем, тут на Чапаевской. И как бы планировали попасть в Самарском районе в детский сад. И вот надеялись, что нас возьмут как можно раньше. И вот так произошло, что мы попали даже раньше, чем даже надеялись. В новых ясельных группах будут воспитываться 75 детей. Когда малышам исполнится три года, их распределят старшие группы. Благодаря нацпроекту «Демография» в здании сделали капитальный ремонт. Для детей созданы все необходимые условия, чтобы играть, отдыхать и развиваться. Мы провели капитальные ремонтные работы. Выделили колоссальные денежные средства. Мы приобрели новейшее оборудование технологическое на пищеблок. Полную замену. Ремонт всех помещений. Ну и, конечно, мебель, игрушки, мягкий инвентарь. Все новое. Пищеблок у ясельных групп предъявляются более строгие правила. Например, здесь есть специальный прибор для обеззараживания воздуха. Он убивает все микробы. А вторые блюда малышей готовят на пару вот в таком аппарате. В детский сад приняли и новых сотрудников. Например, кроме среднего медицинского персонала появился врач гигиены детей и подростков. Он будет отслеживать за состоянием здоровья маленьких воспитанников в яслях. Педагоги совершенно другие. Другой подход в воспитании. Другой подход в уходе. Даже питание этим детям и режим совершенно другой. Мы, конечно, очень волнуемся. Мы переживаем. Но мы полностью готовы оказать им здесь те условия домашние. Это единственный детский сад на Самарском районе. Именно ясельная группа, которая нам необходима. И сегодня мы его открыли. С начала 2019-го в детских садах открылось свыше 130 ясельных мест. До конца года в Самаре введут в эксплуатацию несколько новых зданий для дошкольных учреждений. Это позволит сократить очереди в сады. Мэри Елчан Василий Колдашов, События. Время для новогодних чудес уже наступило. В Самарском пансионате для детей-инвалидов прошел сказочный интерактивный спектакль. Его организатором стала ведущая телеканала «Самары ГИС» Ольга Шелест. Роли главных новогодних персонажей также исполнили наши сотрудники. Ну что, друзья мои, всем привет! Фокусник Владимир Новиков показывает магические трюки на любой вкус. Как признается артист, публика в пансионате для детей-инвалидов самая лучшая. Ребята искренне встречают гостей и с восхищением, и восторгом наблюдают за выступлением. Я отдаю часть своей жизни, часть своих выступлений я отдаю таким детям. И тем самым я ломаю кусочек этого забора, который стоит между детьми и обществом. Интересные выступления в пансионате проходят каждый четверг. Благотворительные спектакли организовывает ведущая телеканала «Самара ГИС» Ольга Шелест. В этот раз для ребят подготовили особую предновогоднюю программу. Дети помогали сказочным персонажам приготовиться к Новому году. А они в ответ удивляли научными экспериментами, фокусами и мыльными пузырями. Довольными остались все участники праздника. Все понравилось, просто не передать словами. Но главными гостями, которых ждали дети, сильнее всех на торжестве стали, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Здравствуйте, детишки! И девчонки! И мальчишки! Дед Мороз и Снегурочка проверили, готовы ли дети встречать праздник, не забыли ли они, как водить хороводы и петь новогодние песни. Роль зимнего волшебника и его внучки исполнили сотрудники нашего телеканала, корреспондент Андрей Горгуленко и монтажер Дарья Трухова. Для меня это может быть одно маленькое рукопожатие, а для ребенка это действительно какое-то целое событие, которое он будет потом рассказывать друзьям, которое он будет потом вспоминать. И это действительно вдохновляет. А завершился интерактивный спектакль с нежной вечеринкой с веселыми танцами. Теперь дети готовы встречать Новый год и будут жить в ожидании настоящих праздничных чудес. На Кировском рынке в Самаре начали убирать нелегальные киоски. Первыми под пилы подрядчиков попали кафе и магазин аксессуаров для телефонов. Владельцев заранее предупреждали о демонтаже, но вещи они все равно забирали в последний момент. За сносом незаконных объектов наблюдал Андрей Горгуленко. Режут козырек, срезают и обшивку. В халяльном кафе на Кировском рынке из гостей внутри только рабочие, занимающиеся демонтажом. Им не нужны ни столы со стульями, ни столовые приборы, которые вынесены на улицу. Вместо ложек и вилок орудуют циркулярной пилой и ломами. Нелегальная столовая подлежит сносу. Владельцы кафе были заранее предупреждены о сносе незаконной постройки. Но никаких действий за это время не предприняли. И теперь вынуждены со стороны наблюдать, как демонтируют таверну. Пока подрядчики полностью разбирают кафе, не щадя ни стен, ни потолка, владельцы других незаконных ларьков в спешке выносят мобильные аксессуары, кофточки и брюки на улицу. Потому что не хочется вместе с помещением потерять и свой товар. Ведь через несколько минут высокий кран с четырьмя крюками, внешне крепкий и устойчивый ларек складывают, как карточный домик. Безопасность демонтажных работ обеспечивают сотрудники полиции. Также силовики провели специальный миграционный рейд. Всех продавцов, у которых закончилось временное разрешение на пребывание в России или нашлись поддельные паспорта, забрали в отделение. Их судьбу будет решать суд. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий мы проверяем документы у всех граждан. Те лица, у кого выявлено нарушение, доставляются в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления личности гражданина. Работы по сносу незаконных киосков на территории Кировского рынка продолжат и в следующем году. В начале декабря городская администрация будет выбирать подрядчика для демонтажа. Сносить торговые точки будут с января по март. Под железную руку кранов попадут 50 киосков. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре реставрируют старообрядческую церковь, Иверский монастырь, Покровский собор и еще три объекта культурного наследия. На эти цели по федеральному проекту «Историческая память» предусмотрено 300 миллионов рублей. На каком этапе находятся работы, узнала мэри Елчан. Покровский кафедральный собор приводят в порядок. Это памятник архитектуры федерального значения. Церковь была построена в 1861 году. Поскольку это объект культурного наследия, было принято решение отреставрировать его. В этом помогает проект партии «Единая Россия. Историческая память». Его задача – обеспечить проведение реставрации памятников истории и культуры. В Покровском кафедральном соборе уже восстановили фасад здания, установили колокольную из меди и приступили к золочению центрального купола. Закончить работу и подрядчики обещают к концу лета 2020-го. Можно что-то было сделать быстрее гораздо и может быть даже дешевле. Но из-за того, что мы делаем объект культурного наследия, мы должны выполнять именно тем образом, которым делались старинал. И чтобы внешний вид был такой, как он был изначально. Еще одно культурное наследие – здание, в котором сейчас располагается строительный колледж на Фрунзе-116. В 1919 году здесь находился штаб Южной группы Восточного фронта под командованием Михаила Васильевича Фрунзе. В здании до сих пор сохранились элементы богатого декоративного оформления. Сейчас тут проводят реставрацию фасадов и кровли. На самом деле здесь вот такой у нас жесткий контроль по объектам Самары. Поэтому здесь все объекты будут сданы в срок. Мы контролируем это выполнение работы. Ремонтные работы ведутся и в Иверском монастыре. Здесь обновляют трапезный храм. Подрядчик реставрирует фасад здания, делает внутреннюю отделку интерьеров, приводит в порядок к кровлю. Также здание храма необходимо оснастить автоматической пожарной сигнализацией. Все работы должны быть завершены к осени следующего года. Везде, где мы сегодня побывали, работы идут в графике. Качество работ везде достаточное, нормальное. Каких-либо сложностей между пользователями и подрядчиками не возникает. Наоборот, мне кажется, за это время пользователи с подрядчиками уже и подружились. Ну а главная наша задача – качественно, в срок и максимально быстро завершить реставрацию знаковых не только для нашего региона, но и для всей страны в целом объектов. В целом в Самаре на сегодня реставрируются шесть объектов культурного наследия. На эти цели по федеральному проекту «Историческая память» предусмотрено 300 миллионов рублей. В планах включить в программу и начать ремонтировать в 2020-м дачу со слонами и декад Дзержинского. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. Благословленная работа. Храм святителя Спиридона впервые открыл свои двери после полугодового перерыва. В это время внутри шли работы по росписи основного зала. Искусной работой восхитился Андрей Горгуленко. Знакомые библейские сюжеты и лики святых теперь смотрят на прихожан со стен храма святителя Спиридона. Основной зал впервые открыл двери в новом виде. Над фресками работали 19 московских художников-иконописцев, которые уже более 10 лет расписывают храмы по всей России. Особое внимание они уделили фону. Золотой цвет сочетается с белым. Это символы небесного царства и божественного света, который проявляется на земле. Изначально была идея создать из многих-многих сюжетов, композиций, образов святых, орнаментов создать ощущение именно радости. Радости от того, что мы можем быть со Христом. Сложность для работы создавала особая внутренняя планировка. Сам храм небольшой по площади, но он вытянут высоко наверх. Сюжеты и образы написаны на основе византийского стиля 12-13 веков в современной интерпретации. Основная часть работ позади. Осталось только дописать несколько ликов святых, а также декорировать столбы. Мы надеемся, что вот эта роспись, она будет для людей той возможностью прийти к Богу, когда не через слово, но через картину, через образ это будет возможно. Открытие храма после росписи отметили широким праздником. Гостям предлагали отведать церковную трапезу и наливали горячий чай. Детей катали лошади, а самые спортивные состязались в перетягивании каната. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Самара зажигает огни. Город активно готовится к новогодним праздникам. Специалисты завершают украшать парки и скверы. Как нарядили Крымскую площадь, увидела Мария Левина. Лето-зимой Крымскую площадь заканчивают подготавливать к новогодним праздникам. Здесь установили новые светодиодные инсталляции. Примечательно, что именно сегодня выпал снег, а здесь яблоки созрели. Крымская площадь, преобразившаяся в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», стала новым местом притяжения самарцев. В канун новогодних праздников горожане уже строят планы на отдых именно здесь. Новый год чувствуется, да? Мы выписались из больницы, слава богу, выздоровели. Нам очень нравится, мы здесь гуляем. У меня еще есть младший сын. Мы ходили здесь, здесь какой-то праздник был недавно. Нам очень нравится, да, мы благородили. Над созданием красоты здесь работают с самого утра. За один день установили три светодиодных дерева. Чуть позже появится и светодиодный каскадный фонтан. Многие люди проходят, говорят спасибо, что украшаем, то, что будет весело, красиво. Поэтому прикладываем усилия, украшаем город, чтобы город был красивее на праздник. Все украшения энергоэффективные. То есть, работая в режиме нон-стоп, они затрачивают минимум энергии. Потребляют даже меньше бытовой лампочки. Всего в Самаре установят около 30 новогодних композиций. Это фонтаны, фигуры животных, деревья и новые для этого года бокалы шампанского, которые можно увидеть на проспекте Ленина. Специалисты на финишной прямой еще немного, и город полностью будет готов к праздникам. Крымскую площадь в новогодние праздники будет не узнать, обещают специалисты. Впервые украшается. До этого мы здесь наряжали просто деревья, обматывали световой гирляндой. В этом году, после проведения ремонта, эта площадь заиграла. Смотрите, какая она красивая стала. И поэтому мы решили здесь поставить новые световые композиции. Вся Самара будет полностью украшена уже в начале декабря. Отдельное внимание уделяют всем четырем преобразившимся площадкам по федеральной программе «Комфортная городская среда». Это скверы Фадеева и тот, что у храма Кирилла и Мефодия, а также бульвар Металлургов. Мария Левина, Максим Гусев, События. Самарский театр оперы и балета активно готовится к премьерному показу одноактного балета «Наяда и рыбак». Сейчас в театральных мастерских шьются наряды для артистов. Какие сюрпризы подготовили художники по костюмам, узнала наша съемочная группа. В швейной мастерской Самарского театра оперы и балета царит творческая атмосфера. Из бархата, льна, замши и шелка мастерицы создают костюмы к балету «Наяда и рыбак». Всего для премьеры изготовят два десятка костюмов. Например, вот в таких юбках-шопенках будут танцевать рыбачки. Но самым сложным в исполнении будет костюм «Наяды». К костюму главной героини в спектакле отведена особая роль. По сюжету русалка, чтобы покорить итальянского рыбака, перевоплощалась в разные образы. Поэтому художник Татьяна Ногинова придумала специальный наряд-трансформер. У нее будет два костюма. Один обыкновенный, в котором она танцует, собственно, «Наяду». А второй, в котором происходит превращение. Он очень сложный, в нем заряжены одномоментно два костюма. И он будет разваливаться прямо на сцене, как бутон цветка. Внимание уделяют и головным упорам. На танцорах будут характерные для средневековой талии бальцо. «Это, по сути, кусочек ткани. Или полотенце. Мы делаем, конечно же, имитацию. Здесь вот у нас есть такая вот основа для того, чтобы можно было закрепить на голове его. Здесь это тоже внутри жесткая основа». В балете «Наяда и рыбак» перед зрителями откроется пасторальный мир с сицилийской деревни. Подобрать цвета и ткани художник по костюмам старалась так, чтобы максимально точно передать эту атмосферу. Премьера пройдет в Самарском театре оперы и балета 20 и 21 декабря. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Древние саркофаги, украшения и колесницы. В Самаре открылась выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона». Она подготовлена Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Одной из первых образцов искусства древней цивилизации увидела наша съемочная группа. Древняя гробница фараона в центре города. В музее Алабина представлены более сотни уникальных образцов культуры Египта. Все эти вещи археологи нашли в гробнице царя почти сто лет назад. Золотые колесницы, множество различных статуй и украшения. В экспозиции предметы неподлинные. Все это реплики древних артефактов, над которыми трудились десятки специалистов, профессиональные художники и реставраторы. Центральный предмет экспозиции – золотая погребальная маска Тутанхамона. Она покрывала голову и плечи царя. Египтяне верили, что такая маска обеспечит духу правителя вечную жизнь. В гробнице египетского царя хранилось больше тысячи разных предметов. Изготовлены они были преимущественно из золота и драгоценных камней. По меркам в древних египтян, эта гробница была одной из самых скромных в долине царей. Тутанхамон правил Египтом недолго, он скончался в 19 лет. Но именно его гробница дала миру полное понимание о культуре древнего Египта, мировосприятии людей и представлениях о загробной жизни. Если бы не эта гробница, мы бы очень мало знали о том, что находилось в гробницах древних царей. Благодаря этому открытию мы увидели, что, собственно, входило. И набор предметов действительно завораживающий. Вы увидите множество статуэток, статуи, фигур, значение которых понятно только в комплексе. Познакомиться поближе с культурой древнего Египта самарцы могут в течение двух месяцев. Выставка «Сокровище гробницы Тутанхамона» в Самаре открыта до 2 февраля. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!